И всем привет, ребят, с вами Сервак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным рейтингам. Предыдущий видеоролик, который относительно недавно был посвящен рейтингам, залетел и понравился вам. Вы сказали, что нужно записывать больше видосов по рейтингам, и сегодня я хотел бы акцентировать внимание на одном очень интересном событии, которое произойдет уже в ближайшее время. Ну и поговорить о том, что же у нас вообще происходит с лучшими игроками, с самыми жесткими игроками в нашей замечательной игре. Если вы ждали видеоролик, посвященный рейтингам, посвященный топам, посвященным лучшим игрокам, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только первый аккаунт, кстати, мой личный такток ТимП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы поговорим о том игроке, который уже совсем скоро получит первую тысячную легенду в нашей игре. Первую тысячную легенду, вы просто вдумайтесь в эти цифры. Одна тысяча, если еще пару лет назад бы мне кто-то сказал, что в нашей игре будет у кого-то тысячная легенда, я бы сказал, что это шутка, что это невозможно и что это 100% не будет. Но уже сейчас у Ассы, 967 легенда. Что это значит? Что это значит? Это значит, что ему остается всего лишь 33, хотел я сказать, но уже практически 32 легенды, до тысячи. Да, вы просто вдумайтесь, тысячная легенда. Это сколько же просто нужно сделать киллов, сколько же нужно сыграть боев, чтобы дойти до этих цифр. Но данный игрок показывает, что это реально, что это возможно. Именно он на сегодняшний момент времени является тем самым игроком, который идет к своей цели, который также еще попутно набивает трофеи на устройство, на корпуса, на пушки. Ну и при этом все в раскладе еще и показывает хорошие результаты в матчмейкинге, так как у него с такой огромнейшей легендой УП 1.91. 1.91 УП. Коэффициент больше, даже чем опыта, меньше чем заработанных кристаллов. То есть у него еще и КФ 1.2, где-то 1.3 при такой игре, при такой игре в матчмейкинге. Это очень и очень жесткие цифрочки. Аса продолжает показывать безумно жесткие результаты. Если, например, сравнить с Борисом 43.11, который в свое время был первой легендой, был тем игроком, который просто нереально жестко бил, играл, играл, тушил, тушил, тушил. А сейчас бам и все. И все. И не играет Борис. И не играет Борис. И уже Аса на 150 легенд его обгоняет. На 150 легенд. Борис сдался в этой гонке. Борис решил больше не участвовать в этой жесткой гонке за первое место. И все. Аса уже летит к этой тысяче. Просто летит к этой тысяче. Не знаю, что случилось с Борисом. Да, многие до этого говорили, что там целой семьей чуть ли не играют. И игроки на этом аккаунте, чтобы как раз таки продвигаться и тушить баблицо. Но на сегодняшний момент времени Борис больше не набивает ни очки, ни опыт. И его легенда когда-то была даже первой легендой. Потом у Асы у них было плюс-минус одна легенда. А сейчас у Асы уже плюс 150. Да, если быть точным. Ну да, 150. 150 легенд. 160 даже практически легенд. Вот так вот бывает, когда идет борьба за топ-1. Я честно не знаю, да, до какой легенды Аса дойдет. Да, то есть, ну тысяча это уже вообще легкое, да. Поднимет он десятитысячную легенду, а? Как вы думаете? Сумеет ли он дойти до десятитысячной легенды? Потому что тысяча для него уже выглядит не преградой, да. И он, я думаю, что всем уже это доказал. Что реально есть игроки, которые горят игрой. Которым настолько нравится играть в нашу замечательную игру. Что они готовы уделять столько времени. Набивать настолько большое количество опыта. Кристаллов. Ну и добиваться вот таких вот целей. Да. Потому что в моем понимании это очень жестко. Ну прям безумно жестко, да. То есть. Вот у меня какая легенда? Какая у меня легенда? У меня 376 легенда, да. При восьми тысячах часах, да. За все мое время, да. У Асы. Ну грубо в два с половиной раза больше, да. Два с половиной раза больше легенда. Ну по часам у него там пять тысяч больше, да. Грубо говоря. Шесть тысяч больше. Да. То есть на сегодняшний момент времени, понятное дело, что там в матчмейкинге эта легенда поднимается значительно быстрее, значительно проще. Да. Но в любом случае это по скорости набора, да. А легенды, по скорости набора легенды, это еще и очень и очень высокий показатель. То есть он за короткий еще и промежуток относительно времени бьет хорошие цифры, да. И это очень и очень жестко, если честно, выглядит. Так что как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу Асы. По поводу Бориса. Что случилось с Бориской? Куда пропал Борис? Я, если честно, даже этого не знал. Я сейчас просто решил проверить. Посмотреть, какая у Бориса легенда. Потому что знал, что Аса с Борисом был плюс-минус на одних уровнях, да. А сейчас бам. А Борис уже на 150, почти 160 легенд опаздывает. И не играет в нашу игру. Не знаю, честно, что произошло. Но факт есть факт. Да. Борис уже не набивает. Аса летит в своей тысячной легенде в нашей игре. И по сути является самой большой и самой жесткой легендой в нашей игре. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, возможно, свои какие-то предложения, идеи. В Дискорд, может быть, также скидывайте каких-то интересных игроков, по которым вы бы хотели бы увидеть видосы. Например, обзор, как у нас был, обзор самых лучших из худших игроков. Либо лучших игроков по УП, по фармику. То есть, если есть какие-то у вас игроки, есть какой-то список игроков, которые вы можете продемонстрировать для будущего видеоролика по рейтингам, обязательно мне в Дискорд в личку скидывайте его. Будем что-нибудь интересное составлять, что-то интересное записывать. Ну и понятное дело, что если вам нравится идея рейтингов, вы хотите, чтобы по рейтингам у нас было больше видеороликов, потому что предыдущий видеоролик показал очень неплохие цифры, то обязательно проявляйте максимальную активность на данный видос. Если она будет таковой, то я буду как раз-таки уже, возможно, даже на постоянной основе записывать видосы по рейтингам, обозревать игроков, обозревать какую-то интересную информацию, ну и вас об этом всем деле информировать. Поэтому поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого замечательного события. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.